Начинай подготовку к ОГЭ с этих тем. Всем привет! Меня зовут Мирослава Леви, и я готовлю ребят к ОГЭ по биологии в онлайн-школе Вебиум. Итак, если ты только начал или начала подготовку к ОГЭ, то тебе просто необходим список тем, которые будут в ОГЭ. Потому что ты можешь выучить что-то не то, можешь выучить что-то побольше, например, в школе проходят генетику, а в ОГЭ ее нет. Поэтому я советую тебе либо скачать кодификатор на официальном сайте ФИПИ, либо скачать наш удобный красивый чек-лист. Вот тут у меня красивый QR-кодик, и можешь скачать чек-лист в моем телеграм-канале. Большой и огромный спойлер. Я считаю, что начать подготовку к экзамену можно с любой темы. Почему? Потому что самое важное – это твоя мотивация, это твое настроение, это твое ощущение от биологии. Поэтому начни с того, что тебе действительно нравится. Если тебе нравится нервная система или сердце, начни с них. Да, ты можешь найти огромное количество постов о том, что обязательно начинайте подготовку именно с этих тем, иначе все не получится. Все получится, все будет нормально. Просто получай самое главное – удовольствие от того, что ты делаешь. Но если вдруг ты вот решил, нет, я хочу все сделать правильно, хочу сделать вот прям все по порядку, вот все тебе такое вот не нравится, то я могу тебе предложить два пути. Первый путь – это то, как изучается биология в школе. Школьная классика. Порядок такой. Это начало такое вот, что такое вообще живое, свойство живое, строение клетки. А потом начинается ботаника в пятом-шестом классе, зоология, анатомия и только в конце общая биология и экология. В целом этот список тем мне комфортен, понятен. И, например, именно по такой схеме мы идем в нашем курсе. Все подробности и все ссылочки о курсе ты можешь найти в описании видео. Почему мы начинаем с ботаники? Потому что, по моему мнению, ботаника – это самая сложная тема для ребят, вообще для понимания и изучения, для того, чтобы что-то выучить по ботанике. А в самом начале года у вас самое большое количество и объем мотивации, энергии. Поэтому мне кажется, что начинать с ботаники – это классно. Просто потому, что вы будете получать кайф от обучения и, может быть, наконец-то полюбите ботанику, и у вас будут хорошие с ней отношения. Второй путь – это начать подготовку КГ с общей биологии. То есть начинаем с самого маленького, то есть с молекулок, с химии, с биохимии, потом клеточка, потом ткани, органы и так далее. То есть начинать с самого маленького и заканчивать самым большим, то есть экологией. Этот путь мне тоже очень нравится. Этот путь хороший, комфортный. Правда, у него могут быть некоторые минусы, потому что вы начнете с общей биологии. А общая биология – это такой раздел, достаточно сложный. Там много очень сложных терминов, и вы можете слегка испугаться. Ну вот и все. Я вам рассказала, по сути, три пути. Вы можете делать все, что захотите. Не подстраивайте себя под какие-то рамки. Делайте, как вам комфортно и удобно. Просто потому что биология – такой предмет, который нужно любить. Нужно им заниматься. И если вы это делаете, то все у вас получится. А с вами была я, Мирослава. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Тут у нас выходит огромное количество крутых, классных видосиков каждую неделю. Они суперполезные. Ставьте колокольчики, обязательно лайк. И пишите в комментариях под этим видео, какой из путей вам ближе, вам комфортнее и какой выбрали именно вы. Ну все. Пока-пока. Встретимся в следующем видео. Продолжение следует...